АПЛОДИСМЕНТЫ В экстаз может войти. А вот знаете, вот так от одного моего вида как-то не получается. Ну, начинаешь намекать на эти, ну, на супружеские обязанности, да? Сразу отстань, я из-за одного колоска комбайн заводить не буду. Тоже мне комбайнерши. А тут у нас недавно один мужик лекцию решил прослушать про женщин. Ну, потому что его жена дома тоже затуркала с тобой, заниматься любовью, значит, одно расстройство. А у мужика просто день неудачный был. Ну, мужик расстроился и на лекцию пошел, чтобы узнать, в чем дело, что не так. А лекция как-то по-хитрому называлась, лекция называлась, как же она называлась? А, вспомнил. Лекция называлась «Урогенные зоны». И, значит, мужик с лекции приходит и рассказывает. Лектор, значит, сказал, что если, значит, до этих зон грамотно дотронуться, женщины вроде как спохватываются, и у них проявляется интерес. Еще лектор сказал, говорит, вот, мужики, запоминайте. Лектор, значит, сказал, что дотрагиваться надо обязательно только подушечками пальцев по часовой стрелке. И стараться, значит, обязательно в нерв попасть. Понял? Ну, по часовой. А то не туда заедешь. И этот нерв, значит, расположен, ну, чего улыбайтесь-то, не там, не там, а в разных местах организма. Ну, например, там, на затылке, там, за ухом. Я сам не думал, что так далеко от линии фронта. Вот. А у нас, мужики, кто по два, кто по три раза женатые, вообще ничего про эти зоны не слыхали. Кинули, значит, все быстрее домой, новую жизнь начинать. Я тоже пришел домой, на жену свою многозначительно поглядел и за ухо крутанул по часовой. Сморю, в нерв попал. У нее, знаете, взгляд остановился, и она вот этим пальцем, да, у виска, как отверткой, крутить стала. И рванул на кухню, картошку чистить. Ну, может, чтобы от своих сексуальных мыслей отвлечься. Я-то ей остыть не даю. Она картошку чистит, я сзади забежал. И как мужик учил, шурую вдоль позвоночника подушечками пальцев по часовой. Я смотрю, ее всю чувствами переполнять стала. Спина задышала, от затылка пар пошел. Она руками-то всплеснула, и этот полофон от настольной лампы у меня на голове оказался. Хотя не мой размер. Целую часть снять не мог. В общем, короче говоря, на следующий день у нас на работе из семи мужиков никто на работу не вышел. Все семеро легли на бюллетень. Причем двое без памяти. Смирнов пришел по локоть в гипсе, плакал, рассказывал, как он своей клавке в час ночи по коленочке водил, подушечками пальцев по часовой. Ну, понимаешь, там так получилось, что эти его подушечки шершавыми оказались. И к лавке показалось, что по ней рашпилем водят. И она с красони всей его ласки об коленку хрусь и переломила. Терехин с двух ночи до пяти утра своей Верке под лопаточкой щекотал, пока рука не отнялась. У той ни в одном глазу. Под утро ей показалось, что по ней насекомое ползет. И она хлопнула. А у Верки ладошка, как противень. И Терехина со стороны затылка накрыла. У него в раз все урогенные зоны отрубились. Его теперь не выписывают. Он не может вспомнить, чего ему от нее надо было. Лектора вызывали. Че ты наделал? Иди, успокаивай людей, объясняй. Есть зоны, нет зон. Приехал лектор, вот такой мордоворот, весь в шрамах. Все, говорит, на себе испытал. Пять раз женат был. У него пять сотрясений было. Вышел и говорит, я как специалист, говорит, ответственно заявляю, что у жен, говорит, урогенные зоны, говорит, есть. Вот так и сказал, есть. Но Прадо добавил, только, говорит, у чужих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова